Сергей Николаевич, а Вы сами-то за прямые выборы мэра планируете в этом созыве вернуться к этому вопросу обсуждать или нет? Вы знаете, мы этот вопрос выносим, но Вы знаете, если там исходить, будем так говорить, что то решение, которое мы можем принять, оно будет вступать в действие только в 2025 году. Впереди еще 5 лет работы, поэтому я считаю, что пока спешить, знаете, за 5 лет знаете, сколько воды утечет, поэтому я считаю, это чисто такое популистское решение, для того, что впереди у нас выборы депутатов законодательного собрания Красноярского края, впереди у нас выборы в Государственную думу, поэтому сейчас каждый старается там на чем-то пропиариться, как-то себя проявить. Ну, время покажет, кто из нас прав, но считаю, сейчас преждевременно эту тему там будоражить. Так а Ваша позиция, четко ее обозначили? Вы за прямые выборы? Я не за прямые выборы. Объясню, почему. Понимаете, я давно в политике. Я понимаю и знаю примерно, как можно вести выборную кампанию, что нужно говорить жителям, для того, чтобы они тебе поверили, для того, чтобы они за тобой пошли. Но, к сожалению, мы не до конца понимаем, что за популизмом должны стоять реальные дела, реальные поступки, реальный человек. И то, что у нас сейчас есть, я считаю, что я помню хорошо, когда там начинали с королевыми властями решать какие-то проблемы, проблемы были с градоначальными, которые говорят, ну вы же сами его выбрали, поэтому там сами разбирайтесь. А здесь, вот в нынешней ситуации, край берет на себя тоже часть ответственности за того человека, который там потом выйдет на сессию городского совета. И следующий момент, что для того, чтобы там, будем так говорить, отлучить главу города от власти, процедура очень длинная. То есть, там, если почитать, да, два года ему нужно поставить оценку неуд, а город-то должен жить, или территория должна жить. Поэтому, вот в этой ситуации губернатор имеет полномочия отстранить главу города от власти. Я считаю, это тоже неплохо, а так можно, понимаете, пять лет просидеть помаленечку и все, ждать, когда там поставите один год оценку неуд, следующий год может не поставить. Поэтому, вот, и считаю, что с этой точки зрения, конкурсная комиссия, это хорошо, когда и специалисты, и край на эту сторону смотрят и оценивают возможности человека, там, для того, чтобы ему доверить власть в городе. А комиссия, которая от власти, уже выбрана, выбрана главы города, останется в том же составе, или ее тоже будут переизбирать? Ну, процедуру придется соблюсти, я имею в виду там, но я не думаю, что она существенно изменится, но те предложения коллег-депутатов, за которые проголосовали, ну, будем так, на сессии 30 октября, я не думаю, что там что-то изменится. Ну, если там кто-то самоотвод не объявит, там, я думаю, но я не думаю, что такое, если коллеги тебе доверили, за тебя проголосовали, ну, понимаю, что это ответственность, они тоже на себя берут ответственность, когда будут рассматривать на конкурсной комиссии, там, программу, ну, градоначальный, кандидата на пост главы города. А если случится так, что все члены комиссии, ну, большинство, вот, должны быть пять человек присутствовать, чтобы правомочным было, кандидата на комиссии, а если все заболеют, какой-то резервный, идут смотрят? Ну, я не думаю, я не думаю, там, что все, там их шесть, три от города, да, три от губернатора Красноярского края, ну, я не думаю, ну, перенесем на какой-то момент, ну, постараемся, наверное, чтобы все были живы и здоровы, там, и новогодние праздники отдохнули так, чтобы, там, десятого или одиннадцатого на работу выйти и не сказали, что не заболели, там. А вы еще сказали, что по совету старших коллег, это было какое-то просто рекомендательное письмо? Это было, это было рекомендательное письмо, и были разговоры и переговоры, каждый отстаивал свою точку зрения, каждый отстаивал свое мнение, там, ссылаясь на нормативную базу, но, в конце концов, пришли к тому мнению, что, это самое, все-таки не стоит рисковать, потому что от того, будем так говорить, если мы сейчас, можно и так, можно и сяк, да, но лучше не рисковать, поэтому вот приняли решение, что мы на сессии, на очередной сессии вот этот вопрос, там, рассмотрим, переголосуем, как требует того законодательства. А это каким-то документом оформлено, или просто деловая переписка, как? Ну, есть, 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 как говорится, есть там переписка, есть личное общение, ну, общение, там, с территориальным управлением, мы с депутатами законодательного собрания, никто не давил там, но мы сами приняли решение, чтобы все-таки, чтобы, не дай бог, получится так, мы так вот проголосуем, потом скажут, Никитин, так ты во всем виноват, мы тебе советовали, а ты нас не послушал, а я не могу рисковать тем, что, не хочу рисковать тем, что из-за того, что мы где-то там маленько не так, не прислушаемся, не примем то решение, которое нужно там, потом из-за этого началась вот эта там судебная тяжба, там, какие-то там разбирательства, искать, кто виноват, и что нужно было сделать.